Они меняют мир вокруг нас. Россия отмечает День строителя. Адмирал Федор Ушаков. Сотрудники РФЦНЕФ, ветераны военно-морского флота, приняли участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. От А до Е. Как определить класс энергоэффективности дома? Далее расскажем обо всем подробно. Город меняется, и рядом с аутентичными старыми районами рождаются новые современные. Саровская ривьера – жилой комплекс, объединивший достижения прогресса и создающие условия для комфортабельной жизни и отдыха. Многоэтажки в стиле хай-тек, зеленые газоны, декоративные деревья и дизайнерские лавочки. Близкое расположение лесопарка и реки, которые прекрасно подходят для прогулок, занятий спортом и проведения досуга. Этот кусочек Европы в сердце Сарова очень полюбился горожанам. Да, очень нравится в районе гулять, очень хочется даже приходить сюда, здесь спокойно, тихо. Детям нравятся площадки такие замечательные. Очень красиво, ухоженно. А так, просто прелесть. Очень красивый район. Приходим сюда отдыхать. Довольно-таки концептуально. Строение. Ну и вообще рядом река. Отличный вид, я думаю, будет из окна тем, кто здесь живет. И площадки. Площадки хороши тем, что они огорожены забором, деткам будет безопасно. Ну и вообще чистенько и симпатично. Нам очень нравится здесь. Здесь красиво, уютно, очень современно. И для нашего города, как свежая струя, это же очень сильно отличается от того, что у нас до сих пор был построен. Удовольствие. Ну и не зря же люди сюда едут. Мы вот просто приехали прогуляться, подышать, посмотреть и получить удовольствие. Здесь красивая природа. Здесь вообще в целом район отличается от того, что в нашем городе. Здесь тихо достаточно. Игровые площадки есть, спортивные, детские. И здесь хорошо время проводить. Я сюда очень часто прихожу, чтобы просто остаться наедине со своими мыслями, почитать книгу, попить кофе, как сейчас, например. И мне здесь очень нравится. По сравнению с городом, конечно, отдельная часть тут города. Как бы свой город небольшой. Это очень красиво. Нам нравится тут гулять. Мы часто тут гуляем. Катаемся на велосипедах, на самокатах. И так просто уточку. Ходим смотреть, кормить. Ой, великолепно. Воздух, зелень, уточки. Спокойная обстановка. И детям поиграть. Очень все нравится. Компания Саровинвест, крупнейший саровский застройщик, ставит перед собой конкретную цель. Делать жизнь в городе наиболее комфортнее и привлекательнее. И поэтому, реализуя наши проекты, мы придерживаемся прежде всего именно этой цели. Строим для людей. Применяем самые современные технологии. Большое внимание уделяем благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды. Именно поэтому проекты Саровинвест замечены на всех уровнях и получают самые высокие оценки как и жителей города, так и ведущих специалистов строительной отрасли. Город продолжает преображаться. В планах создать набережную общей протяженностью около 6 километров. В районе Плотины на улице Садовой до Пантонового моста в районе улицы Кутузова возводится благоустроенный район с малоэтажной застройкой. Новый жилой комплекс – это сочетание простоты, элегантности и цветового контраста. На данном этапе реализации проекта комплекса освоения в Заречном районе компания Саровинвест завершает обустройство набережной и благоустройство места общего пользования на большом участке от Пантонового моста до улицы Садовой. Такие зоны в городской среде традиционно становятся точками притяжения для жителей города. Завершая работу по обустройству набережной, компания Саровинвест переходит к следующему этапу. Это строительство малоэтажного и среднеэтажного жилья в Заречном районе. Впереди грандиозные планы и смелые проекты. Новый облик города – это заслуга многих людей, проектировщиков, снабженцев, дизайнеров, прорабов, архитекторов, инженеров и других специалистов, которые с огромной ответственностью подходят к своей работе на каждом из ее этапов. Канал 16 поздравляет всех причастных к преображению нашего города с профессиональным праздником – Днем строителя. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации. Несколько месяцев назад на домах города стали появляться таблички с латинскими буквами и классом энергоэффективности. Д – нормальная, С – повышенная, Е – пониженная. Уже по этим словам становится понятно, что не во всех домах экономно расходуются энергетические ресурсы. Чтобы выяснить связь букв на табличках с экономным потреблением энергии, мы обратились с разъяснениями в одну из управляющих компаний. Буквы зависят от того, как эффективно используется энергия, электрическая, тепловая энергия на доме, и насколько правильно действуют и собственники, и управляющая компания. И от этого зависит, какой класс энергоэффективности присваивается дома. На рентабельность дома влияет много критериев. Даже такая мелочь, как освещение в подъезде, поэтому обычные лампы накаливания заменяют на энергосберегающие и светодиодные с датчиками движения. То есть свет включится, если в подъезде хлопнет дверь, например. Когда движения нет, то лампы не горят. В класс энергоэффективности дома внутреннее потребление электрической энергии, горячей воды, холодной воды не входит. Все, что касается тепловой энергии, отопления всего дома, Все, что касается электроэнергии, на общие домовые нужды, да, вот это как раз входит в подтверждение класса энергетической эффективности. Присвоенный дому класс энергоэффективности влияет на размер коммунальных платежей. Так, дома класса С потребляют примерно на 30% меньше энергии, а значит и платить жильцы будут меньше. А дом с литерой Е, наоборот, потребляет тепла и электричество на 25% выше нормы. Соответственно, сумма в квитанции будет больше. То есть, чтобы снизить плату за коммунальные услуги, нужно встать на путь рационального использования ресурсов. Только совместными усилиями с управляющей компанией можно добиться какого-то эффекта в энергосбережении энергетической эффективности. Ну, в частности, например, если в доме, особенно в старых домах, старое освещение, электропроводка, старые лампочки неэффективные, то, конечно же, надо эти лампочки менять на более энергоэффективные, светодиодные. Присвоенный дому класс энергоэффективности действительен в течение пяти лет. Но если жильцы дома совместно с коммунальщиками смогут снизить расход энергии, то на основании заявлений класс энергоэффективности поменяют и раньше. Оформить ДТП по Европротоколу водители могут только в том случае, если в аварии нет пострадавших, вред причинен только двум автомобилям, все водители остались на месте, у каждого есть полис ОСАГО, ущерб не превышает 100 тысяч рублей. К тому же у участников не должно быть разногласий при описании обстоятельств ДТП. Во-первых, нужно зафиксировать местоположение транспортных средств на проезжей части, в том числе с помощью средств фото- и видеофиксации. А попросту, проще говоря, сделать несколько обзорных снимков с разных ракурсов, для того, чтобы потом можно было восстановить положение транспортных средств на проезжей части к объектам дорожной инфраструктуры, к краю проезжей части. Если попавшие в аварию автомобили мешают проезду, после съемки их необходимо убрать. Оценив ущерб, участники могут приступать уже непосредственно к заполнению Европротокола. Его бланк должен выдавать страховой агент при заключении договора ОСАГО. Актуальную форму документа можно скачать и в интернете. Тогда они, взяв извещение о дорожно-транспортном происшествии, сев за стол и взяв в руки документы, самостоятельно заполняют вот это извещение. Здесь ничего сложного нет. Записать все нужно без ошибок, иначе страховая компания может отказать в возмещении ущерба. Оформив Европротокол, водителям нужно обращаться к страховщику. Сделать это надо в течение пяти дней. Ремонтировать автомобиль можно только спустя 15 календарных дней после аварии. Европротокол, конечно, канует время. А это в нашей жизни самое главное сейчас. Проще оформлять дорожно-транспортное происшествие. Не нужно к нам приходить, не нужно ждать, пока сотрудники полиции оформят необходимые документы. Если же ущерб более 100 тысяч рублей, и не все участники согласны с обстоятельствами произошедшего, то водители на листе А4 должны составить схему ДТП. На ней нужно нарисовать, как автомобили располагаются на проезжей части, указать примерную ширину дороги, показать стрелками движения и отметить место удара. Сюда же нужно вписать дату и время аварии, марки и номера машин, фамилии, имена и отчества водителей. Схему вместе с фотографиями с места происшествия нужно предоставить сотрудникам ГИБДД. Полицейский заполнит все необходимые для страховой компании документы. Рост числа пожаров фиксируют в Сарове спасатели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество возгораний выросло с 28 до 33. Большинство пожаров случились из-за поджогов, часть из которых произошло в одну ночь по вине одного человека. Сообщения поступали в период времени примерно с часу 30 до 3 часов утра. При выезде на данные сообщения было установлено, что бытовой мусор горел в контейнерах для сбора мусора и расположенных на контейнерных площадках, расположенных вблизи на квартирных жилых домах. В семи случаях возгорание привели к пожарам, которые повредили общедомовое имущество. В результате слаженных действий сотрудников МЧС и полиции поджигатели вычислили и задержали. Также среди основных причин пожаров в этом году нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сюда входят не только бытовые электроприборы, но и сами электросети зданий и сооружений. То есть это перегрузка сетей, либо неисправная работа приборов. Зачастую связано с тем, что используют уже отслуживший свой срок службы приборы, которые подлежат утилизации или нарушают пасмортные данные. Сотрудники пожарного надзора напоминают, что при возникновении пожара нужно сохранять спокойствие, закрыть окна и двери, обесточить квартиру, если возможно выйти из горящего помещения, эвакуировать других людей. Но первым делом нужно позвонить по знакомому с детства номеру телефона. При обнаружении пожара в здании сооружения необходимо звонить в пожарную охрану по номеру телефона 112, либо 01. При этом необходимо сообщать место возникновения пожара, что горит, где горит и сообщить свою фамилию. При пожаре нельзя пользоваться лифтом, спускаться по подъезду, держась за перила лестницы, прятаться в дальний угол в надежде скрыться от огня и бросаться первым делом спасать свое имущество, рискуя жизнью. Тамара Никифоровна на улице Александровича живет более 60 лет, а дому под номером 12 уже почти 70. По словам женщины, ремонт двора и домов на протяжении всего времени ни разу не проводился. Единственный двор со всего города неблагоустроенный, ничего, везде провалы, везде все, грязь одна. Помимо этих проблем, жители волнуют, что их двор постепенно превращается в свалку. Три недели назад в доме номер 12 по улице Александровича ремонтировали крышу, работу закончили, а мусор строители за собой не убрали. Ну почему они убирают-то? Я не понимаю. Каждый, наверное, должен за собой убирать. Сразу убирать все это дело-то. Почему? Вот окна ставят, они за собой сразу убирают мусор. А это что? Кому-то надо. Нам надо. Тут дети бегают, тут гвозди, тут все. Пока жители дома 12 по улице Александровича жаловались нам на свои проблемы, во двор прибыл уборочный трактор и грузовая машина. И вот с минуты на минуту они начнут убирать мусор. Мусор убран, а что делать с другими проблемами? Дом практически разваливается, лестница скошена, а поручень заржавел и совсем прогнулся. Как пообещали в центре ЖКХ, в ближайшее время в доме номер 12 по улице Александровича будут выполнены все работы по ремонту здания. Запланировано ремонт крыльца, там небольшой просто ремонт плеточного покрытия, подступенок, замена поручня и оштукатуривание цоколя, ремонт цоколя с покраской. Все это будет выполнено до конца августа. А вот благоустройства двора в планах нет, так как по заверению представителей администрации города в этом нет смысла. Весь район Александровича включен в программу развития застроенных территорий. Это значит, что в обозримом будущем он полностью изменит свой облик. На месте старых двухэтажек появятся современные дома, рядом с которыми обустроят удобные и функциональные дворовые площадки. А пока обитателям Александровича придется потерпеть, как долго покажет время. Когда им захочется привезти друзей, здесь будет конфликт территории. Найти место для приемного ребенка в своем сердце и доме. Учесть все мелочи, сделать совместное проживание комфортным для всех членов семьи. Обычно люди, желающие усыновить ребенка, не знают особенности развития детей, оставшихся без опеки мам и пап. Задача школы замещающих родителей – помочь избежать ошибок, научить быстро наладить контакт, сделать переходный период менее болезненным. Наши двери открыты для тех граждан, которые желают принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Или даже только задумываются об этом. Курс для родителей состоит из 80 академических часов. 58 из них нужно посетить обязательно. Остальные уроки кандидаты посещают по желанию. 11 занятий будут проходить в формате групповых психологических тренингов. На свои занятия мы приглашаем также специалистов из органов опеки и попечительства. Они рассказывают о правовом блоке. Специалистов из УСЗН, то есть рассказывают кандидатам о тех льготах и пособиях, которые они имеют при воспитании такого ребенка, его жизнеустройстве. И медицинский блок освещает врач-педиатр нашего учреждения. За время существования школы замещающих родителей свидетельства об окончании курса получили почти 200 саровчан. Занятия проводятся два раза в неделю. Одно занятие у нас, как правило, идет в течение рабочей недели. Это какой-то вечер, либо среда, либо четверг. И одно занятие посвящено в субботу. Это дневное время, чтобы граждане, которые работают, могли как раз участвовать в этих занятиях. Осенний курс в школе замещающих родителей начнется 9 сентября. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону 98303. Я нарисовала медведя и ежика. Медведь, он учитель. Он учит ежика считать. Кто-то еще отдыхает. А для этих мальчишек и девчонок, будущих первоклассников, уже начались занятия в школе. Но пока в лесной. Задача педагогов Центра социальной помощи семье и детям – через игру подготовить детей к новому этапу жизни. Научить их правилам поведения в школе и на уроках. Профильная смена лесной школы проводится в рамках областной благотворительной акции «Скоро в школу». Она состоит из 8 занятий групповых и индивидуальной диагностики, по результатам которой родитель может обратиться на консультацию к психологу, если будут выявлены те или иные трудности по готовности ребенка к обучению в школе. В рамках программы «Первая ступенька» педагоги и воспитатели проводят с будущими школьниками социально-реабилитационные занятия и индивидуальные консультации. Итак, закрываем. Там был ежик, котенок, мячик, дом, машина. В индивидуальной работе педагоги определяют уровень познавательных способностей ребенка и степень его готовности к школе. Параллельно идет работа с родителями. «Проходят различные консультации педагогов, психологов, юристов с родителями по каким-то интересующим их вопросам. Будет проходить семинар-практикум для родителей. И очень многое проходит занятий именно педагогов со всеми детьми». Акция стала традиционной и проводится с 1 августа. Каждый будний день ребята посещают по 2-3 занятия в рамках проекта «Скоро в школу». Малообеспеченные семьи в рамках благотворительной акции получат подарки. «Будет заключительное мероприятие, где каждый ребенок из семьи трудной жизненной ситуации или какой-то другой категории получит пакет принадлежностей канцелярских». Работа с семьями и школьниками продолжится и в учебном году. За консультацией к специалистам Центра помощи семье и детям они могут обратиться в любое время. «Скоро сентября, а значит дети с родителями готовятся к новому учебному году. Однако не у всех есть возможность купить все необходимое для обучения. Благодаря акции «С миру по листочку» каждый может помочь нуждающимся и внести свой вклад в подготовку детей к школе». Волонтерский центр «Радость моя» давно помогает семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За 12 лет акции удалось собрать средства для подготовки к Дню Знаний сотням соровчан. На пожертвования закупают констовары и рюкзаки не только первоклассникам, но и ученикам средних и старших классов. «Естественно, у горожан разные доходы, достатки, и каждый жертвует то, что может. Но, как говорится, любая мелочь идет на доброе дело. У нас даже акция так называется «С миру по листочку», «Школьнику портфель». Соровчане охотно откликаются на призывы о помощи. Многие взрослые на своем примере показывают детям, что делать добрые дела очень важно. Маленькую Кристину родители всегда учат не оставаться равнодушны к чужой беде. «Очень важно принимать участие в таких мероприятиях, потому что оказываем помощь нуждающимся в первую очередь. Поэтому мир не без друга путей». Помочь можно не только деньгами. До конца августа на гуманитарном складе по адресу Пушкина, 24А, организаторы принимают детскую одежду, обувь, школьные принадлежности и канцелярские товары. Их можно приносить каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12. Вещи должны быть новыми, либо пригодными для использования. Сбор средств торговых центров города продолжится до 9 августа. Получить подробную информацию можно по телефону 8 906 353 46 37. Двухлетний кот Сенька появился в приемнике для безнадзорных животных полгода назад. Зимой его голодного, замерзшего и больного нашла на огородах женщина. Она не могла оставить кота себе и перенесла в приемник. Там животное вылечили и кастрировали. С первых дней он без проблем стал ходить в лоток. Внешне Сенька обычный дворовый кот. Внутри же он умное и интеллигентное создание, которое очень ждет своих хозяев. Гиперласкучее вообще создание. Да, им очень требуется прямо внимания и ласки. Он будет, мне кажется, самым активным котом вообще всех. Всех любит абсолютно нормально. К животным, к другим абсолютно нейтрально относится. То есть он бывает, что они заходят, вот у них друзья, они заходят друг другу в клетку, они здороваются. Он не агрессивный совершенно, на собак абсолютно спокойно реагирует. Так что он вообще прямо молодец. Попасть в приемник могут не только беспородные котята и кошки, подобранные на улице. Горожане приносят бенгалов, метисов, сиамских или шотландских кошек. Часто это результат бесконтрольного разведения. Однако бывает, что в приемнике оказываются бывшие домашние любимцы. Как правило, это отказники в связи с аллергическими реакциями у человека. То есть кошки, которые не один год прожили дома, а потом, ну так случилось, так бывает, проходят аллергическая реакция, они на пристройстве. Вот все эти породистые кошки, которые у нас здесь есть, бенгалки, в основном причины сдачи аллергической реакции. Попадая в приемник, в первые сутки животное проходит клинический осмотр. Также кошку обрабатывают от клещей и вакцинируют от бешенства. По достижению определенного возраста обитатели приемника кастрируют или стерилизуют. Финансовых возможностей не всегда хватает, чтобы вылечить и выкормить всех животных. Поэтому помощь от горожан очень нужна. В первую очередь требуется еда. У нас основное – это, естественно, питание. Все мы кормим их виском, влажный, сухой корм. Наполнитель нам приносит, в принципе, достаточно. Ну и материально обеспеченность, естественно, от этого никто не застрахован. Мы теряем многих, лечим здесь, кто начинает заболевать. Хотя стараемся больных животных не брать. Но бывает, что заболевают уже здесь, поэтому, естественно, лечим их, поэтому и средства на медикаменты. Помощь можно приносить на ежемесячные сборы, которые проходят на площади Ленина каждый второй четверг месяца. Либо сразу в приемник. Сейчас сотрудники готовятся к очередному наплыву кошек с огородов и предупреждают, что мест для бездомных животных осталось очень мало. Если вы еще только задумываетесь о том, чтобы завести себе пушистого друга, присмотритесь. Может быть, ваше мурчащее счастье ждет вас именно здесь, в приемнике для безнадзорных животных. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Оператор станков с программным управлением. Такую профессию выбрал Андрей Кондрашкин. Работать по этой специальности молодой человек мечтал с детства. Сам он живет в Темникове. Там такой профессии не обучают. Как только Андрей узнал о наборе в Саровском политехникуме, не задумываясь, отправился в наш город. У меня сюда несколько товарищей поступает. Вместе с ним и коллективом вместе дружно, уже знакомым поступать. В приемную комиссию Саровского политехникума подано уже более двухсот заявлений. Набор идет на базе основного и среднего общего образования и поочной и заочной формам обучения на специальности технологии машиностроения, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. У нас новая специальность открывается. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Ребята получат рабочую профессию слесарь механ сборочных работ. Бесплатно будут учиться 200 человек. Это те, у кого наивысший средний балл в аттестате. Остальным абитуриентам предложат получить образование на платной основе. Мы принимаем ребят по среднему баллу аттестата. Даже сейчас программа, у нас установлена программа, она считает средний балл в аттестате. Самые востребованные специальности – это у нас технология машиностроения. Проходной балл на сегодня – 4,20. Документы в техникум принимаются до 15 августа. Более подробную информацию можно получить по телефону 308-62. Меланома – смертельно опасная форма ракокожи. Она быстро развивается и дает метастазы в другие органы. При подозрении на меланому важно как можно раньше поставить диагноз. В нашей стране за 20 лет число пациентов с меланомой увеличилось в 2,5 раза. Еще несколько десятилетий назад это заболевание выявляли в основном у людей солидного возраста. Сегодня страшный диагноз все чаще слышат пациенты до 40 лет. По статистике вообще занимает третье-четвертое место сейчас и у мужчин, и у женщин. С чем это связано? Ну, в первую очередь, это экология. Очень много у нас наркоманий развивается, алкоголизма. Поэтому будущее поколение у этих людей, конечно, рождается уже с проблемой иммунитета. А проблема иммунитета приводит к тому, что возникают различные хронические заболевания, в том числе и онкология кожи. Профилактический осмотр кожных образований необходимо проходить раз в год. Врачи говорят, что 50% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего обращения. При ранней диагностике болезнь излечима в 90% случаев. Пройдет или это не страшно, это можно только на словах сказать. А что именно это такое, это только может узкий специалист, доктор посмотреть и сказать, что да, нормально, не трогайте, будем наблюдать. Не надо бояться этого. Почему? Потому что первые стадии даже злокачественных образований можно иссякать различным методом, вылечить. Также показаться врачу следует через три месяца после возвращения из жарких стран. Если родинка асимметричная, с неровными краями, кровоточит, меняет цвет и размер, с визитом к специалисту лучше не тянуть. В день ВМФ в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Финском заливе в Кронштадте прошел главный военно-морской парад. Он стал третьим по счету. Впервые такой парад прошел в 2017 году. И уже по традиции командование ВМФ России и руководство Русской Православной Церкви пригласили Саровский музей морской славы принять участие в праздновании. В Кронштадтский морской Никольский собор была доставлена рака с мощами святого праведного адмирала Федора Ушакова. И Саровская уникальная выставка, посвященная главнокомандующему. Она у нас самая лучшая, то есть пока единственная передвижная выставка в стране, где реально вы можете пройти этапы от его рождения до современности. И так как это было сделано на основе нашей выставки, которая действует в Сарове, то в 2016 году нас впервые Русская Православная Церковь попросила сделать такую передвижную выставку. И с тех пор мы по стране путешествуем именно с ракой с мощами. Это было и в 2016 году, когда мы впервые проехали по 11 городам России в течение месяца, а с 2017 года мы непосредственно уже по 3-4 раза выставляемся в Санкт-Петербурге. Насколько уже слава выставки, она известна. Создатели экспозиции – сотрудники Российского федерального ядерного центра в НИЭВ, а музей морской славы – своеобразное хобби для них, которым они занимаются в свободное от работы время. И когда увлечение приобретает такой масштаб – это повод для гордости. Ветераны военно-морского флота признаются, что большую роль в продвижении музея и сохранении памяти великого адмирала играет Рафиат Суниев. Очень значимая роль, конечно, в этом отводится именно нашему директору Костякову Литерину Фимовичу. Почему? Потому что благодаря ему и его мудрым решениям музей продолжает развиваться. Мало того, что именно он принимает решения в нашем проезде по стране. Существует четкое понятие, что наша выставка не просто прокатиться по стране, что-то показать, продемонстрировать, а самое главное – формирование нового имиджа нашего города, федерального ядерного центра. Именно непосредственно, только не как у тех ученых, которые создают ядерные заряды, но также очень много работают по формированию патриотических центров, сохранению исторической, боевой и духовной славы Министерства обороны, в том числе и военно-морского флота. В этом году Министерство обороны даже выделило военно-транспортный самолет Ил-76 для транспортировки экспозиций и мощи адмирала до Санкт-Петербурга. А это значит, что выставка «Адмирал Федор Ушаков» имеет большую историческую ценность для всей страны. Если бы, наверное, не поддержка федерального авиацентра и музея ядерного оружия, в частности, да, наверное, не было бы нашей экспозиции, нашей истории. Почему? Потому что мы вообще считаем их прародителями, то есть нашими отцами и матерями. То есть именно они подсказали идею создания выставы, как им в разуме они формируются, как это делается. И мы даже стенды, которые здесь до сих пор еще имеются, мы используем именно с первой экспозиции музея ядерного оружия, которые были сделаны. Экспозиция «Адмирал Ушаков» состоит из 14 стендов, но в этом году ее дополнили еще тремя, на которых ветераны ВМФ демонстрируют маршрут перенесения мощи адмирала в 2016 году. Тогда выставка была за месяц продемонстрирована в 11 городах. И фотоматериалы, как это было. Но главный экспонат выставки – это единственная в мире реконструкция мундира Федора Ушакова образца 1803 года. Ветераны ВМФ создавали его более 10 лет и даже смогли найти и воссоздать копию Ордена Святого Януаря, которым был награжден Федор Ушаков, но которые вы не найдете ни на одном портрете Адмирала. В то время этим Орденом было выражено только два человека в России – Павел I и Адмирал Ушаков. Павел I через год, вы знаете, убьют, Орден пропадет. А Ушаков больше не рисовался, и поэтому и в этом изображении нет, не существует. И поэтому мы реально показываем, как по-настоящему выглядела форма Ушакова и как носились все Ордена. Передвижная экспозиция «Адмирал Ушаков» пользуется у жителей всей страны большой популярностью. Только в первый день выставки в Санкт-Петербурге ее посетило более 17 тысяч человек. А к 2020 году главком ВМФ планирует сделать копии Саровской выставки для организации постоянных экспозиций на всех флотах. Золотая медаль в эстафете вольным стилем, второе место в эстафете комплексным плаванием в составе сборной, а также шесть серебряных наград в индивидуальных зачетах. Завоевала на международных соревнованиях детской лиги плавания по Волжье в Суко воспитанница дюшикара Анастасия Корнишина. Эти соревнования вошли в календарь Всероссийской Федерации Плавания. Это очень важно. То есть эти соревнования уже доступны не только для российских спортсменов, но и для наших зарубежных спортсменов младшего возраста, которые туда приезжают. Чтобы попасть в финал соревнований детской лиги плавания в Суко, Настя прошла несколько этапов отбора. Приняла участие в чемпионатах области и России. И каждый раз привозила домой золотые, серебряные и бронзовые медали. Туда уже едут спортсмены, которые прошли несколько этапов, знают, к чему они стремятся и что они хотят в финале сезона получить, какие результаты, медали, ну и также призы. Это первые международные соревнования для Анастасии. И на них девочка столкнулась с рядом проблем. Одной из них стал комплексный стиль. За несколько минут Насте нужно было проплыть 200 метров бутерфляем, брасом на спине и вольным стилем. Длинная дистанция, и надо работать, то есть распределить там силы свои. Я вот собралась с мыслями, что я должна войти в тройку. То есть я должна хорошо проплыть, чтобы все мной гордились. Сейчас Анастасия готовится к финалу Кубка Черного моря, который пройдет в конце августа в Крыму. А в апреле 2020 года девочка отправится на чемпионат «Веселый дельфин» в Санкт-Петербург. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова